Уже в этом году в Симферопольском микрорайоне Луговое прекратит свою работу единственная школа. Помещение готовит к сносу. В дальнейшем на его месте построят здание большей вместимости. В ожидании новой школы более сотни детей и учителя. Как они реагируют на сложившуюся ситуацию, знает Екатерина Наумова. Этому зданию уже около века 40-х годов его передали под школу. И с тех пор свое функциональное назначение оно не меняло. Но сейчас одноэтажная постройка просто физически не может вместить огромное количество школьников. Учебный год позади. В школе практически никого не осталось. Со стен в коридорах сняли информационные доски. А в библиотеке по стопкам разложили учебники. Постепенно начинают выносить оборудование из классов. Кабинет начальной школы. Здесь обучались дети второго класса. Будущие третьеклассники. Для 19-й школы это был последний учебный год. Уже в ближайшее время она будет полностью разрушена. А на ее месте планируют построить современное здание с большей вместимостью. Конечно же все мы, ученики, родители, учителя, ждем новую школу. Современную, модернизированную, отвечающую всем требованиям федерального образовательного государственного стандарта. Это будет большим подарком не только для города, но прежде всего для микрорайона Луговое, для наших нынешних учащихся и будущего поколения. Конечно, на время строительства всем ученикам, а их около 170, придется перейти в другие школы. Причем по отдельности, а не целыми классами. И чтобы сохранить дружбу детей, многие из родителей выбрали школу номер 31. Вот только если раньше на учебу можно было пройтись пешком, теперь школьникам придется ехать несколько остановок на общественном транспорте. Да, к нам знакомство готов. Я знаю, что много из моего класса тоже туда пойдут, в 31-ю эту школу. Все они дружили, все хотели быть вместе, чтобы ребенок домашний не потерялся. Учителей тоже без работы не оставят. Согласно запланированному графику, новую школу должны возвести уже к 2017 году. Но, тем не менее, нагрузка на городские учреждения образования и в новом учебном году не снизится, особенно в центре города. Это связано с тем, что новых свободных территорий для строительства там нет. Поэтому и учебный процесс будет более напряженным. В этот учебный год мы провели 22 учреждения, отработало в две смены. А на следующий год, при том, что увеличится контингент учащихся и по федерально-образовательным государственным стандартам увеличивается объем на внеурочную деятельность еще, то школы многие перейдут в две смены. Разрешить проблему может только строительство новых школ в спальных районах, либо значительное расширение уже существующих зданий. Спасти ситуацию должна не только школа 19, но и новое здание в микрорайоне Фонтаны. Но на все это требуется время, ведь строительство может затянуться не на один год. Екатерина Наумова, Александр Чукалов. Время новостей.